Всем доброго времени суток, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, Дезертир, и я, как всегда, рад приветствовать вас на моём канале. В этот раз мы снова посмотрим классные пасхалки из мира Старкрафт. Ну что, поехали? И знаете, первой пасхалкой станет вновь Пилон. Спросите, я же уже говорил про него, да? Но нет, есть маленький момент, о котором я не говорил, ну потому что в детстве мы о нём, в принципе, не знали. И момент этот заключался в том, что, как вы видите по картинке, в Диабло был такой камешек в чатике, при многократном нажатии на который можно было увидеть надпись «Идеальный кристалл активирован». Так вот, шутка юмора в том, что это отсылка к этому камушку, или гему, или джевелу, как он по-разному назывался. В общем, самоцвет Пилон вот вам, активировался. Ну что ж, что касается остальных интересных мест, я думаю, мы сейчас найдём много чего интересного. Кстати говоря, если мы подождём немножко в солнечном ядре, то к нам вылетит вот такой вот маленький робот-помощник, который будет всё время ломаться и приезжать к Араксу. А он его будет чинить. Что с тобой случилось? Следующий раз будь осторожнее. Сколько можно тебя чинить? Похоже, у тебя отключился датчик самосохранения. С тобой одни хлопоты. Если вдруг в игре вы встретите тёмного Архонта, обязательно поболтайте с ним по душам. Спросите, зачем? Ну, как зачем? Чтобы как минимум узнать о Буллеризаже. Кто это такое, спросите вы? Да ответ как бы прост. Это один из главных злодеев, одной из дополнительных кампаний первой части, плюс он в игре встречается как тёмный храмовник и впоследствии как Архонт, естественно тёмный и, естественно, состоящий из аж семи тёмных храмовников. Помимо прочего, Буллеризаж появляется во второй книге из трилогии Сага о тёмных храмовниках, как главный злодей. Он находится на Айре, проживает в катакомбах и, в общем-то, тёмный такой чувак. Кому интересна сама история, предлагаю почитать книжку. Ну, или сыграть в эту дополнительную кампанию. А мы же пойдём дальше. Буллеризаж жив. Мы чувствуем его ярость. И если на последней миссии вы кликните на пустующий разлом пустоты несколько раз, он находится прямо над вашей базой, то оттуда вылетит маленькая машинка. И, честно говоря, я немножко не понимаю, к чему конкретно эта отсылка. Мне почему-то вспомнился Марти Макфлай и фильм «Назад в будущее», но там был Делориан, а здесь целый грузовик. Если, в общем, кто знает, то ответьте мне, пожалуйста, в комментариях, к чему же эта отсылка. Очень уж хочу знать. Кстати говоря, все же любят рыбки, правильно? Вот, видите, вот там вот на портретике мы можем увидеть маленьких плавающих рыбок. Опять вновь их запихнули в бедных бессмертных. Но теперь это «Анигилятор» и «Равнитель» делят свое пространство вместе с рыбками. Маленькими и многоцветными рыбками. Подумать только, сколько неприятностей причинили тамплиерам Талдоримбы. Хорошо еще, что вы никогда не сталкивались с Вентидоримбами. У меня вопрос, о ком говорит этот Ревнитель? Просто, кто такие Летендоримбы? Или как он их там назвал? Честно, я не очень хорошо расслышал просто, о чем он говорил. Блин, если кто знает, обязательно расскажите, потому что мне реально стало интересно. Ну а дальше я вам предлагаю послушать реплики персонажей. Ну, тех самых, которыми, собственно, вы играете и управляете и прочее. То есть, проще говоря, простых юнитов в игре. Реплик будет много, хватит не на одну часть, поэтому в этот раз покажу немножко. И первым персонажем у нас станет Батон. Я не Батон, а орудие справедливости. Ты жила, моя ноша. Далее последуют Адепты. У меня такое ощущение, что у нее малость раздвоения личности. Ну или просто поболтать особо не с кем. Кстати, это самый длинный монолог в игре. Некоторые тамплиеры считают себя щитами, ибо они непоколебимые и несокрушимые защитники правды. Некоторые оружием, мощным и бьющим точно в цель. А я подумала, почему бы не быть и тем, и другим. Годы тренировок, и каждый сможет находиться в двух местах одновременно. Главное полностью открыть сознание. А, усилитель псионных способностей тоже помогает. Ловля собственной тени – бесполезное занятие. Она такая быстрая? Впрочем, да. Можно сказать, у меня талант. Следом за ней последует далеко не многословный и нетерпеливый аннигилятор. Впрочем, и ревнителю, который говорил о еще одних протасах, которых мы почему-то не встречали в игре, есть что рассказать нам. Поиск прощения – удел тамплиеров. Я лишь хочу, чтобы мои ошибки были забыты. Мы первыми гусимся в битву и никогда не вернемся с поля боя, если судьба будет к нам благосклонна. Вы, тамплиеры, называете своих штурмовых шагающих роботов бессмертными. Что за горькая ирония? Я последнее звено в цепи вознесения. Я ревнитель, и только моя смерть не будет напрасной. Впрочем, знаете, я просто не мог ни взять и ни вставить сюда друга Стукова, потому что без него это была бы не пасхалка. Это новое слово в зеркрусификации. Ну что ж, это далеко не последние пасхалки, которые есть в игре, и чем я хочу вас порадовать, так это тем, что их осталось еще много. И самое вкусное я оставил напоследок, поэтому в третьей части будет больше всего классного. Ну а с вами был как всегда Дезертир, всем пока и спасибо за просмотр.